Цифровая экономика. Именно в период коронавируса власти заговорили об успехах ее внедрения. Это и удаленные образования, это и московские пропуска, это вся система госуслуги, когда не нужно никуда ходить для получения справок, документов, для осуществления сделок. И даже выборы теперь электронные. А продажи еды с доставкой на дом и электронным заказом в период коронавируса стало чуть ли не единственным источником провианта. Вот только не получилось сделать так, чтобы можно было работать виртуально, а зарабатывать реальные деньги. Не получилось сделать маломальски защищенную систему данных. Некоторые сервисы просто легли на старте от перегрузки, хотя все, что нужно для нормальной работы этих систем, известно уже очень давно. Своим мнением о внедрении цифры с накануне ТВ поделился экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Этот импульс не вполне понятен, потому что, скажем, с 1 июля в Москве начнется пятилетний эксперимент по развитию искусственного интеллекта, для реализации которого потребовался специальный закон. И в этом законе о случае этого эксперимента не сказано ничего, кроме категорического запрета сообщать информацию тем, кто в нем не принимает непосредственного участия, тем, кто не является организаторами эксперимента. Это, естественно, вызывает серьезные страсти. Цифризация проводится крайне неаккуратно на фоне общего отличания государства. В результате этого мы имеем уже факты кражи личности. Когда, скажем, мой знакомый смог получать QR-код на передвижение по Москве, потому что, когда он сбивает свою фамилию и имя, отчество, выясняется, что он пожилая китаянка с совершенно другим смелством. И он неделю не мог дозвониться до московских властей, а когда дозвонился, те в течение двух недель полностью игнорировали все свои обещания, которые они ему давали. Честно объясняю, что для этого нужны специалисты, а у нас специалистов по управлению той штукой, которым, так сказать, мы сделали ваш товар в Москве, нет. В Москве есть случай, когда люди заводят себе цифровую подпись, которую я бы не взламывал им. Дальше выясняют, что их квартира продана, они про это ничего не знают. Они об этом узнают, когда им начинают выносить дверь. Еще до коронакризиса власти давали нам альтернативу. Хочешь – лично посещай контору, не хочешь – пользуйся электронным сервисом. Но коронавирусная истерия позволила максимально сократить личное посещение граждан по различным вопросам те или иные инстанции. Взамен предложив только электронные услуги. А раз личных контактов граждан с чиновниками больше не происходит, власти одичало начали не замечать проблем населения. И сколько ни нажимая на кнопку, реакции с той стороны можно и не получить. Коронавирус позволил властям резко возвести железобетонную стену между собой и народом. Власти осматривают цифру, как способ, который позволит им забыть о реальном секторе экономики и никогда больше не вспоминать. И власти занимаются цифрой, воспринимают цифру, как некоторую палочку-ручалочку, которая решит все проблемы и позволит никогда не думать о том, что в стране живут какие-то граждане. Да и сам осматриваются властями как способ еще большего дистанцирования от людей. Потому что раньше, когда государство все тут делало не то, мы могли прийти в райку, в райисполку, в САБЕС, в конце концов, в ЖЭК, там в САБЕС постандарить и свою проблему решить. Сейчас вам ходить некуда, вы должны звонить, а в том конце только не берут руку. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. Продолжение следует...